Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Футбольное обозрение и я, Евгений Ванархович. Мы на стадионе «Спартак», где сегодня играют со своими соперниками команды отдела развития молодежного футбола, футбольного клуба «Славия Мозырь». 10 февраля в субботу утром старейшая спортивная арена столицы Полесья, стадион «Спартак», встретила футболистов «Славия Мозырь» снегом, которым природа усыпала, искусственный газон и ответственность. Организаторов матча, а к нам в гости должны были приехать представители реческого и гомельского футбола, обязывала готовить поле и прежде всего трактор. Помощь лопат, скребков, которыми вооружились ребята, позволили к началу матча команд 2011 года рождения привести игровое покрытие в более-менее пристойный вид. Подготовка поля, время, затраченное на это, не позволили провести юным ребятам матч с классическим регламентом. Следом шла встреча дублеров «Славия Мозыря Гомеля», но все же матч, пусть и несколько с укороченным временным контролем, был полезен, интересен и, отметив, что хозяева поля выиграли в оранжевых, а гости в зеленых манишках выделим как один из важных эпизодов начала товарищеского матча «Гол». Можно сказать, в чем-то курьезный. Хотя и прессинг реческих футболистов сделал свое дело. Наш вратарь не выбил мяч в аут. Он решил через пас выйти из обороны, но получилось легкое недопонимание защитниками. А может и технический огрех. Соперник перехватил мяч, но не успел сразу направить его в наши пустые ворота. Зато когда юные футболисты «Славия Мозырь», как казалось, заняли позиции, последовал проход, передача и просто чудесная игра на пятачке нападающего команды гостей. Прекрасный гол и не менее яркое его празднование в сугробе за воротами. Ну, что сказать, браво. Наша команда под началом своего тренера Вячеслава Федоровича Шевчика, конечно, сразу попыталась это играться, но не так просто это было сделать. Гости продолжили давить на наши ворота, и тут впору было призадуматься о том, как бы второй гол в свои ворота не пропустить, а уж потом, стабилизировав игру, восстановить статус-кво на виртуальном табло. Первый тайм, который был короче регламентированного классическим контролем, даже для ребят 2011 года рождения, завершился. Небольшой перерыв для тренерских наставлений и время первых интервью. Их мы записали у жителей городского поселка Лельчица, специально приехавших для участия в этом матче, точнее его первой части. Да, правда, я приезжаю из Лельчиц и играю за Славию. Я хочу в будущем стать лучшим футболистом, и чтобы мы все гордились. Не сложно ли было Артему играть на снегу? Хотя смелость перед различного рода препятствиями, характер, вот непременное качество футболиста, спортсмена. Да, на снегу, конечно, не сложно играть, сложно играть, но мы стараемся. И футбол – это характер, да, и никакие испытания нас не собьют. Приятно было видеть на игре маму Тёмы, Елены Игоревны Лынь, которая, кажется, всячески поддерживает увлечение своего сына футболом. Футбол – это прекрасное дело для подростков, это и физическое какое-то развитие, это, в принципе, целеустремленность, стремление к победе. И я вижу в своем сыне все эти задатки, он живет футболом, хочет связать свою жизнь с футболом. Поэтому мы ездим в выходные, дни и будни на тренировки и на игры за Славию. Предполагаем, что не случайно семья Лынь выбрала футбольный клуб «Славия Музырь». Знаете, у него прекрасный тренер Вячеслав Федорович, вот, мы ему очень благодарны за вклад в Артема, вот, за эти игры. И я считаю, что и большой шанс попасть в основной состав Славия у него есть. Поблагодарим наших замечательных собеседников мы возвращаемся к матчу. А он продолжился упорной борьбой, искренней игрой, присущей юности и аккомпанементом в виде игроков молодежной команды футбольного клуба «Славия Музырь», которые продолжили расчищать поле, готовить газон к своему матчу. Не останавливаясь подробно на всех эпизодах поединка команды 2011 года рождения, скажем, что гости забили еще один гол, на который хозяева ответили своим забитым мячом. Итоговый счет 1-2 или 2-1 в пользу юных воспитанников реческого футбола и его наставника, которому мы спросили, насколько важны, нужны подобные товарищеские матчи, где юные воспитанники различных футбольных центров встречаются друг с другом. Обязательно нужно. Мы у них учимся, они у нас учатся. Мы смотрим на уровень, то, что творится вокруг нас. И могу сказать такую вещь, что мы с городом Мозырем давно дружим, общаемся. Очень много наших мальчишек сейчас в данный момент играет. Играло здесь, поэтому, думаю, и дальше будем дружить. Футбольная команда «Реческая детско-юношеская спортивная школа номер 2» 2011 года рождения. Это что за коллектив? Чем доволен? И доволен не совсем в работе с ребятами Владимир Николаевич. Крепкие мальчишки растут. Я думаю, и у вас крепкая команда. Ну, могу такую вещь сказать, что мы еще только-только в начале пути, поэтому не могу быть ни довольным, ни огорченным. Играем, играем, учимся. Им спасибо, что они в таких погодных условиях стараются, стараются, еще раз стараются. Ну, а что понравилось в этом матче нашему следующему собеседнику? Мне понравилось, как команда играла. Я гол забил. Гол Вадима Лепкина, правда, был замечательным. И нет никаких сомнений, что у этого мальчугана есть своя футбольная мечта. Я хочу стать профессиональным футболистом. У меня там тренер из футбола, ну, попросили, ну, футбол набирали людей. И меня мама записала, и я тренируюсь шесть лет уже. Еще один Галеодора Реческой команды вашему вниманию. Ну да, я играю нападающие, мне самое интересное это забивать голы, отдавать пасы, ну, голевые моменты делать. Такой матч на снегу, наверное, требует особенной подготовки. Ну, самое главное, это нужно размяться, чтобы было вам тепло и все. И так вы будете хорошо играть в футбол. Ну, а что для нашей команды, то каким показался прошедший матч воспитанникам футбольного клуба «Славия Музырь»? Все было хорошо. Погода, конечно, не сильно хорошая. Соперник был сильный. Мне все понравилось. Какие качества, по мнению Кирилла, должны быть присущи игроку его амплуа? Я играю вратарем, и самое главное, это много тренироваться и не сдаваться. Кстати, Кирилл – продолжатель славной спортивной футбольно-вратарской династии. И кто не знает его знаменитого дядю Михаила Барновского, который наверняка делится секретами мастерства со своим племянником. Да, мой дядя много мне дает советов, как играть и все. И, конечно же, я хочу стать лучше его. Кстати, Михаил Барновский, так же, как и его племянник Кирилл, начинал заниматься футболом, у Вячеслава Федоровича Шевчика – человека, снова и снова берущегося за воспитание подрастающего поколения, которое в футбольном клубе «Славия Музырь» замечательное. Мы справились, но надо еще улучшить игру. И нам не хватило еще забить два гола. Андрей забил единственный гол своей команды в этом матче, который будет еще, ой, как много в, надеемся, славной карьере этого талантливого мальчишки. У меня есть в футболе мечта стать чемпионом. И хочу попасть в «Славию Музырь». Еще один талантливый воспитанник футбольного клуба «Славия Музырь» Владислав Овечко и его впечатление от игры с реческой командой. Мне понравилось в нашей игре то, что у нас были хорошие пассы. Иногда разбивали хорошие атаки, но у нас не получалось забивать. Ну а какую цель поставил перед собой Влад в 2024 году? В этом году у меня есть цель, чтобы моя команда играла лучше и чтобы я помогал им больше и больше. Не глядя на все погодные коллизии, трудно преувеличить значение этого товарищеского матча, можно сказать, спарринга для воспитанников реческого и музырского футбола. Ну, несомненно, спарринг этот, мы готовили его очень долго, поэтому были рады очень сильно, что он состоялся. Конечно, погодные условия очень непростые и проблематично. И отскок мяча, и само движение, ребят, и скользко, и неудобно. Это все понятно, но футбол играет при любой погоде, поэтому мы все равно очень рады и очень довольны тем, что состоялся этот матч. Мы проверили практически большую часть мальчишек возраста 2011 года, посмотрели, кто на что способен, с кем можно дальше, в каком режиме и в каком плане работать. В общем, все эти моменты проработали, посмотрели и довольны. Пожелав удачи молодежи, перейдем к матче дублирующих составов футбольных клубов «Славе» Мозырь и Гомель, которые начали свою встречу. Наша команда подракосна Дмитрия Михайловича Торчина в составе Арман Жогла, Кирилл Пантеленко, Иван Лазарев, Дмитрий Грищенко, Максим Сапончик, Кирилл Кашевич, Данил Цик, Никита Мадяр, Владислав Хомутовский, Никита Екимович и Арман Матюшенко. И сразу на поле пошла обоюдоострая борьба, никто не хотел уступать. Причем в матче хватало нюансов, связанных с периодом начала сезона. Команды, можно сказать, разыгрывались. К сожалению, наша дружина быстро пропустила гол. Гомельчане повели, но в дальнейшем свой успех гостям развить не удавалось. Правда, и Славия Мозырь тоже никак не могла сравнять счет. Вот один из наших угловых, как шанс на успех в виде гола, но оборона команда гостей отразила угрозу. Правда, вскоре мяч снова оказался у штрафной площади Гомеля, но в итоге дело до завершающего разящего удара не дошло. Но когда наши игроки все же выходили на позицию для удара и били по воротам точно в створ, голкипер Гомеля отражал угрозу, кстати, вместе с своими защитниками. Четко действовал страшворот Гомеля и на ленточке. В такую погоду любой отскок, рикошет мог стать фатальным для обороняющейся стороны. Ну и вот еще один угловой, только с противоположного угла поля. Опасно, но не более того. Новый удар нашей команды – не самый точный удар. В ряде моментов самоотверженно действовали гомельские защитники, мешавшие футболистам Славии Мозырь наносить завершающие удары. А угловые они возникали после. Иногда приводили к контратакам соперника, которые, правда, тоже локализовались. Случались и болезненные столкновения, что не удивляло, ведь это матч, но огорчало, так как не хотелось, чтобы в товарищеской встрече игроки получали травмы и выходили на некоторое время из строя. Вообще, в первом тайме большая частью атаковала наша команда, пытавшаяся различными путями сравнять счет. Случались и дальние удары, но не просто на таком поле четко поставить опорную ногу. В большинстве случаев удары были смазаны. Что до соперников, то их редкие выпады к нашим воротам были остры. Но даже когда вортарь Славия Мозырь вроде бы и не мог должным образом помочь своей команде, выручали полевые игроки, совершенно не собиравшиеся пропускать свои ворота еще один мяч. В принципе, оборона обеих команд отличалась самоотверженностью. Если бы не гол в наше ворота, можно было сказать, что защита у обеих дружин в тот день действовала на отличном. И пусть забивать, как это говорят, всегда труднее, чем атаковать, по голам судят об эффективной атаке по их отсутствию, о качестве обороны. Отметив неснижающийся напор наших игроков на ворота соперника, констатируемый результат первого тайма. 0-1 Славия Мозырь уступала. Но впереди был второй тайм, начавшийся после небольшого перерыва. В антракте у нас произошла одна замена. Вместо Кирилла Пантеленко на поле вышел Артем Горкуша. Характер матча в принципе не изменился. Наша команда вела игру. Вот только жаль, что по счету молодежная дружина футбольного клуба Славия Мозырь уступала. Хотя, повторимся, игровое, территориальное преимущество было у хозяев стадиона «Спартак». Но что бы ни складывалось впечатление, что гомельчане думали исключительно об обороне данный эпизод. Здесь, будь поточнее футболист в зеленой форме, разница в счете могла быть увеличена. Но сбой в последний момент оставил счет прежним 0-1. Наша хорошая контратака, которая, к большому сожалению, не завершилась ударом-поворотом. Но движения, игровые принципы, желания футболистов Славия Мозырь – все это было на хорошем уровне у подопечных Дмитрия Михайловича Турчина. Хорош был и вратарь Арман Жогла, нивелировавший, например, вот этот выход соперника к воротам последовал угловой. Но подающий со стороны гомельской команды не удержался на ногах, и корнер преобразовался, скажем так, в аут. Во втором тайме гостям надо отдать должное, они стали чаще атаковать по сравнению с первой половиной игры. Но все же именно красно-черные имели лучшие шансы забить гол, и был эпизод, когда чудом счет не стал 1-1, но это футбол очевидное невероятное. Вот еще один эпизод, который мог завершиться несколько иначе, но не случилось. Перспективный штрафной удар в исполнении гомельчан, однако опасность миновала. И да, в то время ворота Славии Мозырь уже защищал Артем Садченко, сменивший Романа Жогла на 70-й минуте, а на 65-й минуте Станислав Гринев вышел на поле вместо Кирилла Кашевича. Наша атака завершившаяся ударом, но мяч попал в сетку ворот с внешней стороны, к сожалению. Правда, случилось это благодаря обороне Гомеля, последующей главой, без особых дивидендов. Для нашей команды, которая как-то не старалась, все же не смогла поразить ворота соперника в данной встрече 0-1. Хотя сама игра в исполнении молодежной дружины футбольного клуба Славия Мозырь обнадежила. Тренер давал задачи довольно играть спокойно, держать мяч, особенно не волнуваться. Погода была довольно хорошая, хотя и зима, но когда уже на игре побегаешь, уже довольно согреваешься и все хорошо идет. Станислав – воспитанник футбольного клуба Славия Мозырь, 2006 года рождения, со своим амплуа и его любимыми исполнителями из мира большого спорта. Игра я центрального защитника, позиция мне это очень нравится, мой кумир Рамос, потому что мне нравится его довольно стиль игры. Знаменитый испанский футболист Серхио Рамос сейчас словно маяк для Станислава. Надеемся, когда-нибудь Игренев послужит примером подрастающему поколению, как и наш следующий собеседник. Только в отличие от Игренева, игрока обороны, он, Никита Ягимович, нападающий. Хорошее настроение, начали этот сезон. Цели, ну не знаю, какие цели. Наверное, выигрывать всех, побеждать и все. Действительно, побеждать и все. Хотя, как можно судить по матчу с Гумелем, бывает, как не стараешься, победу все равно упускаешь. Были моменты, но сложная игра зимой, скользко, мяч быстро катится по земле. Но мы старались, били поворотом, не забили. Ну ничего страшного, получится в следующий раз. Даже не сомневаемся, что получится. Кстати, свой следующий матч молодежная команда футбольного клуба «Славия Мозырь» проведет здесь же, на стадионе «Спартак» в субботу, 17 февраля. Ориентировочно в полдень начала встречи соперник команды «Мозырского» нефтеперерабатывающего завода. Так что, дорогие болельщики, приходите и оцените спортивную битву молодости и опыта. Возвращаясь к матчу с Гумелем, еще одно интервью на эту тему. И снова с парнем 2006 года рождения, очередным талантом полетского футбола Владиславом Хмутовским. Мне понравилась целая игра, конечно, равная. Были моменты у нас, которые мы могли реализовать. Но где-то нам не везло, где-то не получалось как-то соединиться. Но для этого товарищеские игры суждены, чтобы взаимодействие было лучше и понимание в команде тоже. Наверняка Владислав уже с нетерпением ждет старта чемпионата страны. И там в матчах молодежный команд клуба высшей лиги Хмутовский должен проявить себя во всей красе. Я думаю, сделают все шаг. Кто-то больше, кто-то меньше. И, конечно, жду с нестерпением сезона. Эмоции как-никак соскучились уже. Ну а что о прошедшей игре скажет главный тренер молодежной команды футбольного клуба «Славия Музырь», которая провела в 2024 году свой второй товарищеский матч. Наша вторая игра, которую мы удалось провести. Первую игру мы играли в Осиповичах с одноименным клубом. Выиграли 4-3. Результат игры на втором месте. Качеством игры и наработками, которые мы готовились, очень доволен. Ребятам большие молодцы. К сожалению, не удалось сыграть в среду против дублирующего состава футбольного клуба «Днепр», потому что у нас много ребят заболело. Но на игру с Гомелем уже удалось собрать боевой состав. Качеством игры доволен. Ребята показали еще более содержательный футбол. Показали, что мы не зря тренируемся. Некоторые наработки, которые мы тренировали на прошлых двух неделях, произошли в очень хорошем эпизодах. Давление на игроках было плюс-минус уже удовлетворительным. Некоторые ребята уже во время игры славливали эти моментики, когда надо давить, когда надо отдохнуть. Игрой доволен. Жаль, конечно, что мы не выиграли, но радует то, что мы создали достаточное количество моментов. И, надеюсь, игра смотрелась. Действительно, игра смотрелась. И приятно было видеть, как действовали молодые футболисты Слави Музырь в начале сезона. Тем патчи, что встреча проходила в непростых погодных условиях, которые, конечно же, корректировали действия на поле. Конечно, погода сыграла свою роль. Мы старались подготовить поле. Поле не идеального состояния. Почему? Потому что много снега и лопатами чистили. Огромное спасибо нашему водителю, Гудымову Игорю, который не отказал в просьбе и целое утро чистил поле, подготавливал. Старался подготовить площадку для более-менее адекватной игры. Также ребята помогли, лопатами чистили. Все хорошо. Это зимний футбол. Это один из моментов таких, что все хорошо. Что дальше ждет молодежную команду футбольного клуба Слави Музырь? Дальше по плану будем работать, работать, еще раз работать, нарабатывать свои какие-то моменты. Сейчас проведем работу над ошибками, проанализируем игру, сделаем некоторые коррективы. Но опять чуть добавим нагрузки и опять работать. Следующая игра у нас в субботу, 17 числа. Мы договорились сыграть с футбольным клубом НПЗ. Поэтому никуда уезжать не надо. Будет Мозорская, если можно так сказать, дерби. Две нефтяные команды сыграют. Ну, посмотрим. Действительно, благодаря Мозорскому нефтепрорабатывающему заводу в столице Полесье есть такой замечательный футбольный клуб Славия Музырь, чья главная профессиональная команда недавно провела хороший матч с действующим чемпионом страны Минским Динамо. Счет 1-2. Наш гол на счету Артема Петренко. И уже в воскресенье на искусственном поле футбольного клуба Минск наша дружина встретится с Витебским Макс Лайном. Так что, дорогие болельщики, приходите и поддержите нашу команду. Начало встречи в час дня или, скажемначе, в 13.00. Не пропустите. Ну что ж, дорогие друзья, как видим, в футбольном клубе Славия Музырь идет планомерная и очень насыщенная подготовка к официальному игровому сезону 2024 года. И на сегодня это все. С вами был Футбольное обозрение. Евгений Монархович и Вячеслав Приписнов. До свидания.